На телеканале Юганск новости в студии Ангелина Кагальникова. Здравствуйте! И вначале коротко о главных темах. 15 проверок, 158 нарушений и 23 преступления за 2023 год. В Нефтьюганске состоялась комиссия по противодействию коррупции. Чествуем победителей. В культурном центре юность наградили отличившихся в прошлом году спортсменов, тренеров и команды. Праздник, пробудивший весну от зимней спячки. В Центре национальных культур отметили Вороний день. В администрации города состоялась комиссия по противодействию коррупциям. В ней приняли участие руководители структурных подразделений муниципалитета, надзорные правоохранительные органы, а также представители общественности. На повестке обсуждение проделанной работы в 2023 году. За прошлый год по результатам проверок выявлено 158 нарушений. Об этом сообщила межрайонная прокуратура. Общий размер назначенных штрафов за административное правонарушение составил 1 миллион 330 тысяч рублей. Всего выявлено 23 коррупционных преступления, 10 из них взятки и некоммерческие подкупы. В целях их строения внесено 52 представления. В дисциплинарной ответственности привлечено 39 должностных лиц. На незаконные правовые акты принесено 27 протестов. Предъявлено 3 исковых заявления. Привлечено 9 лиц к административной ответственности. В органы предварительного расследования направлено 7 материалов проверки. Большинство преступлений связано с хищением денежных средств, в том числе и с бюджетом муниципальных организаций. Также о своей работе доложило и юридическо-правовое управление администрации города. На совете представила информацию об анализе правоприменительной практики в отношении вступивших в силу решений судов. По анализу прошлого года у нас было 5 судебных споров, по трем из которых были отказы органов власти, признанные законными и обоснованными. О своей работе доложил и отдел финансового контроля. Уполномоченный орган осуществляет контроль по двум направлениям – бюджетное правоотношение и сфера закупок. В 2023 году отдел провел 15 проверок, где выявил 535 фактов нарушения на общую сумму 28 853 000 рублей. Основными нарушениями являлись первое – нецелевое использование субсидий, нарушение порядка формирования муниципального задания, нарушение условий исполнения контрактов, нарушение сроков оплаты контрактов. Также не предъявлялись или не своевременно предъявлялись штрафные санкции за нарушение исполнителями условий муниципальных контрактов. В прошлом году отдел организации деятельности по вопросам общественной безопасности администрации актуализировал перечень должностей муниципальной службы. Все сотрудники предоставили сведения о доходах и расходах, а также об имуществе. Важным направлением является и антикоррупционное просвещение граждан. С целью формирования правовой грамотности у подрастающего поколения и воспитания у детей и подростков гражданской ответственности, в том числе антикоррупционного мышления, в общеобразовательных организациях проведено 440 классных часов, а хват составил 12 277 обучающихся 6-11 классов. Департамент экономического развития провел информирование организаций и бизнес-сообщества о мере по противодействию. На эту тему в СМИ размещено 56 материалов. ДЖКХ разработал буклет по профилактике коррупционных проявлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Структурные подразделения администрации провели 26 обучающих семинаров, где охватили 1600 работников подведомственных учреждений. Ангелина Кагальникова, Олег Елькин, телерадиокомпания «Юганск». Суд нефтьюганска приговорил автоугонщика колонии строгого режима. Еще в декабре прошлого года водитель иномарки совершил столкновение с другим участником движения и скрылся с места ДТП. Вскоре экипаж ДПС обнаружил подозреваемый автомобиль на одной из улиц города. Водитель петлял по дороге и игнорировал требования остановиться. После чего столкнулся с оборой ЛЭП и был задержан стражами правопорядка. Оказалось, что 23-летний курганец находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль принадлежит крупной организации и находился на обслуживании автомоечного комплекса, где и работал задержанный. Ночью он похитил ключи от иномарки и выехал с территории мойки. По данному факту было возбуждено уголовное дело, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 9 месяцев. В Доме детского творчества состоялась классная встреча с инспектором по делам несовершеннолетних. В этот раз во всероссийском проекте «Движение первых» поговорили о важности укрепления межнационального и межконфессионального согласия. А также о профилактике экстремизма в нефтьюганске. Как не податься негативному влиянию, узнаете в следующем материале. Проект «Классные встречи» нацелен на знакомство подрастающего поколения с деятелями культуры, учеными, спортсменами и сотрудниками правоохранительных органов. Ребята могут задать интересующие вопросы не только о жизни гостя, но и о выборе профессионального пути. Так, Анна Чебышева в молодости и не думала о работе в органах. На тот момент я хотела быть уже учителем. У меня в моем поколении педагоги все. Соответственно, я уже заранее знала, куда пойду, где буду учиться и кем я буду в дальнейшем. Гостя встречи подняла важную тему – терроризм и экстремизм. Эти термины плотно вошли в наш лексикон. В настоящее время каждый ребенок и подросток знает значение этих слов, и поэтому главными вопросами встречи стали, можно ли обезопасить себя от негативного влияния и как ему противостоять. Если вам приходят сообщения от неизвестных вам лиц, то есть они вам пишут постоянно, начинают что-то писать, вы посмотрите, кто вам пишет. Потому что обычно у этих людей нет 100 друзей, 1000 друзей. Я думаю, они более такой образ ведут в социальных сетях, где нет много друзей, где нет много картинок различных. Анна Владимировна отмечает, что вербовщиков можно определить в интернете. Главное – обратить внимание на профиль незнакомца. У таких людей нет фотографий с семьей, а страницы активны только несколько дней. Даже учитывая это, инспектор советует вообще не вступать в контакт с неизвестными. В первую очередь об этом нужно рассказать своим родителям. Если родителям невозможно сказать, всякие ситуации есть в семье, педагоги, взрослые, друзья, ну либо сразу позвонить можно в отдел полиции, либо на телефон 102. В завершение встречи правоохранитель рекомендовала школьникам быть бдительными и осмотрительными. А после самым активным ребятам вручили памятные сувениры. Ангелина Кагальникова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Победители викторий на достижение Югры смогут получить свои подарки до 1 июня 2024 года. Сделать это можно, обратившись в городскую библиотеку по адресу 2-я микрорайон, здание 8, кабинет номер 169. Пункт выдачи будет работать со вторника по воскресенье с 10 утра до 6 вечера. Выдача подарков осуществляется лично победителю при наличии документов, удостоверяющего личность. В случае получения подарка за несовершеннолетнего, при себе необходимо иметь свидетельство о его рождении. Более 4000 медалей за прошлый год завоевали нефтьюганские спортсмены. Накануне лучших чествовали на традиционной церемонии награждения спортивная элита. Его победителями стали отличившиеся в 2023 году спортсмены, тренеры и команды. Конкурс «Спортивная элита» проходит в Нефтьюганске уже более 20 лет. С каждым годом количество номинантов на награды становится все больше. Это связано с отличными результатами разных уровней. В этот раз наградили более 50 спортсменов в 15 номинациях. Вы спортивная элита. Элита нашего города. Будущее нашей страны. Я поздравляю вас и желаю в первую очередь вам побед, рекордов и новых спортивных достижений. Спасибо организаторам за предоставленную возможность с этой сцены выразить слова. Благодарность и восхищение спортсменами города за их высокие достойные результаты. Хочу также пожелать упорства и терпения начинающим спортсменам и их родителям. И поблагодарить от души тренеров, преподавателей за их титанический труд 24 на 7. Без вас не было бы результатов. Большое вам спасибо. В прошлом году было присвоено около полутора тысяч спортивных званий. 42 нефтьюганца получили разряд кандидата, а 8 – мастера спорта. Игорь Гусев получил звание первой категории. Юношей на протяжении 11 лет занимается карате. Награжден в номинации «Лучший спортсмен года по неолимпийским видам спорта». Попадаю на спортивную элиту уже не первый год. Это мой третий раз. И с каждым разом у меня результат все лучше. Первый раз упал десятку лучше. Второй раз я, по-моему, был в пятерке лучших. Самое высокое мое достижение было в 23-м году на первенстве России в городе Сахалин. Там я занял второе место в весовой категории 84+, по юниорам 18-20 лет. Было тяжеловато. Первые мои впечатления, эмоции. Я сначала не понимал, что я вошел все-таки в сборную России вторым номером. Войти в городскую элиту – значимое событие для каждого атлета. Такая награда становится огромным стимулом для любого спортсмена не останавливаться на достигнутом. Желаю вам всем счастья, здоровья, спортивных свершений, будущих побед и всего самого наилучшего. Я хочу пожелать всем участникам, всем победителям, всей спортивной общественности, которая развивает в городе Невчуганский физическую культуру и спорта, не останавливаться на достигнутых результатах, стремиться к более высоким. Желаю всем здоровья, успехов и удачи. Лучший в олимпийских и неолимпийских видах спорта. Адаптивной физической культуре, золотой спортивный резерв, множество номинаций, где каждый был отмечен заслуженной наградой. Я, получается, на чемпионате России, на первенстве России получал медали среди спорта, по спорту глухих, получается, и еще я мастер спорта был. Ну, конечно, цель из труда олимпиады, но пока что стремлюсь к ней, к моей цели. Упорные тренировки, каждая тренировка приводит к победе. У меня спорт, считай, на втором месте. Ведь на первом месте, конечно, всегда семья. Потому что семья тебя всегда поддержит в любую трудную моменту. Спортсменами года по олимпийским видам спорта стали Марина Гефлинг и Александра Рудинская, а тренером Кристина Бурцева. Лучшие команды по игровым видам спорта были призваны воспитанницы отделения баскетбола «Сибиряк». Дарья Горельцева, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Местные школьники встретились с волонтерами, которые доставляют гуманитарные грузы и активно помогают на фронте. Теперь нефтьюганцы отправятся в зону проведения СВО уже в качестве бойцов. Они рассказали ребятам о своей деятельности и провели для них урок мужества. Подробности в следующем сюжете. Поговорить о самом важном с подрастающим поколением, воспитать патриотизм и любовь к своей родине. Именно такую цель поставили перед собой волонтеры «Нефтьюганска». Они уверяют, что вклад каждого человека в общее дело бесценен. Мы рассказали о своей волонтерской деятельности с Союзом морской пехоты, тепло для солдата «Зет». Возили ребятам гуманитарную помощь. Доставка гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции трудна и опасна. Бывало, что пока доставляли весточки в определенные батальоны, добровольцам приходилось спасаться от дронов. Ребятам они еще раз напомнили, что поддерживать бойцов можно даже добрым словом или создавая надежный тыл в числе волонтеров. Появилось желание теперь в их волонтерской организации сейчас прийти, помогать им там чем-то. Потому что это вот заинтересовало, потому что у меня у самого там брат находится. И хоть какую-то помощь, пускай маленькую, но какую-то помощь я им окажу. В ходе урока мужества волонтеры пообщались с ребятами на тему патриотизма и поделились своими воспоминаниями о службе в войсках. Кстати, для всех желающих общественная организация «Союз морских пехотинцев» занимается и подготовкой новобранцев перед армией. Это направление работает месяца два-три до армии. Ребята приходят, начинают заниматься с оружием, строевые уставы, изучение, тактические изучения, марширование. То есть это элементарные азы в армии, которые на начальном этапе пригодятся для прохождения службы, чтобы она прошла в них комфортных условиях. То есть они уже знают, они уже могут, они уже умеют. Встречу посетили воспитанники 6, 13 и 14 школы. На вопрос, кто готов отдать долг Родине и пройти срочную службу, практически каждый поднял руку. Игорь Шмелев, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». В минувшие выходные нефтьюганцы отметили Вороний день. Этот праздник для Ханты и Манси своего рода Новый год, с наступлением которого вся природа пробуждается от зимней спячки. Считается, что ворона приносит весну на своих крыльях. Продолжит моя коллега Дарья Горельцева. Ханты и Манси верят в легенду, согласно которой однажды в суровую и затяжную зиму прилетела долгожданная ворона. Ее крик смог пробудить природу, и весна вступила в свои права. С тех пор люди верят, что ворона способна вернуть жизнь в замерзшие края. Есть и у православных, есть и у мусульман этот праздник, только он иначе называется. И мы действительно видим, что мы уже проводы зимы делали, как в православии это делается традиционной масленицей. Весна не сразу наступила, а вот когда прилетели вороны, мы чувствуем, что уже начал таять активно снег, солнце светит иначе, и, соответственно, настроение у всех поднимается. Для жителей подготовили народные танцы, песни и тематические мастер-классы. Все они были связаны с главным символом праздника. Каждый мог найти то, что ему по душе. Вообще все сделано из ткани, ничего сложного. Главное уметь руками делать. Главное складывать и завязывать. Мне очень понравилось, очень красочно, все так обустроено красиво. Еще для финно-угорских народов вороны являются символом материнства. Птица покровительствует женщинам и детям, считается вестником возрождения. Мы безумно рады, что в нашем городе проводятся регулярно праздники. Мы сегодня успели сделать ворону, символ счастья, весны, солнца. Наша бабушка принимала участие вместе с дочерью. Дочери три года, она тоже с радостью принимала участие. Мы принимали участие в конкурсе. На ловкость подкидывали палочки. Кто больше подкинет, вот получили такой сахарный петушок. С праздником связывают разные приметы и традиции. Коренные народы верили в то, что если ворона сядет на низкое дерево, весна будет короткой. Или если прилетело много птиц, то будет изобилие рыбы и ягод. Также в этот день многое делать было нельзя. Например, колоть дрова, шить и ругаться. Дарья Горельцева, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». А на этом у нас все. До встречи в эфире.